Так, если перед нами стоит задача моделирования винтовой дислокации, то мы можем взять один слой материала, который нам необходим, и посчитать... взять один слой, вот так сместить один слой относительно другого, и создать винтовую дислокацию. Однако, при время процесса моделирования получится следующее несоответствие. То есть, если мы захотим... Ну, изначально оно должно было быть так, но так как у нас универсальная программа, которая расширяет это пространство, то у нас будет несоответствие. То есть, здесь идет винтовая дислокация, должен кристалл расти, расти, расти. Здесь он также будет расти, но на границах этого кристалла не будет схождения этих атомов. Что предлагается сделать? Ну, даже если мы так поставим, так поставим, так поставим, не знаю. Вот так поставим. Это вообще похоже на... Сорную вещь, хотя выглядит интересно. Но можно просто увеличить этот слой в 4 раза, и направить дислокации друг против друга, как это показано на этом рисунке. То есть, граничные условия у нас соблюдены, они везде равны. В той площади, к которой они относятся. Здесь, при наложении второго слоя, второй слой будет ложиться на него, и винтовая дислокация просто будет подниматься вверх. Слой за слоем подниматься вверх. Как будет проходить движение сверху? То есть, слой будет расти, расти, расти. И здесь направление роста будет аналогично. То есть, он здесь будет накладываться на второй слой и снова возрастать. То есть, здесь, вот здесь, такая же ситуация. То есть, будет расти аналогичный слой. Направление роста здесь кристалла и здесь кристалла на границах будут одинаковые. То есть, не будет такого, как в этом случае. Но, опять же, вот у нас направление здесь совпадает. Если мы поставим второй слой сюда, то растущий отсюда слой, вот растущий отсюда слой, будет, вот его окончание будет здесь, таким образом. Вот. Видите, он продолжает расти. И, допустим, он будет на этом уровне. Здесь он будет на таком же уровне, потому что это граница. Вот. Он будет выше на одном уровне с продолжающим. А здесь он будет расти дальше. Короче, видимо, я нашел решение с этими винтовидными слокациями и с концентрацией их на определенном... И с определенной концентрацией можно посчитать кое-какие свойства. Спасибо.